Оцениваем ход реализации проекта как успешную программу, которая была разработана и реализуется на территории региона Тульской области. Очень высокая оценка тому, что делает сегодня наш коллектив, который состоит из Минэкономики, Минфина, Министерства энергетики, обеспечивающей коммуникации, Министерства транспорта. Можно сказать, что сегодня все проекты, которые были нами подписаны, взятые обязательства, выполнены. Но, что самое важное, выполнены и обязательства со стороны инвесторов. Это новые рабочие места, это развитие предприятий. Сегодня в качестве экспертов присутствовали руководители компаний. Мы понимаем, что есть пожелание еще более активно развиваться. И уверен, что в ближайшее время, в течение июля месяца мы уже объявим о запуске нового этапа. Это Буравлево-3 и промышленной зоны и МАУС. Хотел бы, конечно, поблагодарить особенно еще и представителей среднего и малого бизнеса, которые тоже пытаются не отставать, которые тоже активно идут по пути развития. Это и лесопромышленный комплекс, это и пищевая промышленность, те, кто сегодня модернизируется и кто сегодня конкурирует на рынке за то, чтобы Тверская область двигалась и развивалась. Николай Иванович, один из вопросов касался обеспечения малоимущих семей жильем. Как будет реализовываться программа, кто может принять в ней участие? Вы знаете, это многодетные семьи, которым мы должны помогать. Само слово «малоимущие» очень сильно режет слух. Мы считаем, что это, конечно, задача для власти сделать так, чтобы все-таки эта формулировка ушла, наверное, из нашей жизни. Потому что, когда мы говорим о том, что мы должны помогать многодетным семьям, либо семьям с детьми, о чем говорил президент, это является приоритетом для нашего государства. И вот система должна быть устроена так, чтобы люди, которые нам формируют демографию, помогают нам, не испытывали вот таких системных проблем. Поэтому сегодня мы приняли решение по выделению жилья. На сегодняшний день очередь практически полностью будет обеспечена. Все, кто подал заявление для улучшения жилищных условий. Но для нас это тоже является сигналом по формированию будущей работы на будущий период, чтобы мы тоже с опережающими темпами могли реализовывать наши пожелания и обязательства. Чтобы у нас был запас, был задел, когда приходят люди или семьи, когда у них есть дети, чтобы мы могли уже из нашего фонда выделять это жилье. Я уверен, что мы эту работу сейчас наладим, потому что, к примеру, очень хорошего Морозского городка. Мы в этом году уже выходим на финальную стадию реализации. В ближайшее время съездим, посмотрим на улицу Фрунзе, где уже пять этажей практически построено. Этих домов, три дома делаются. Такой опыт есть. Поэтому просто надо более смелее действовать всем муниципалитетам вместе с властным правительством для реализации этих планов по жилью. Потому что жилищный вопрос он был всегда, квартирный вопрос он был всегда. И любая молодая семья, любая семья с детьми всегда требует расширения, увеличения жилой площади. Потому что мы хотим, чтобы у нас была положительная динамика по демографии. Ну а, соответственно, каждому человеку нужно свое жилье. Виктор Михайлович, среди частых просьб в своей территории, это просьба о строительстве новых физкультурных комплексов. Вот сегодня рассматривалась программа областная. Скажите, пожалуйста, какие объекты уже будут профинансированы? У нас основные объекты, которые были обозначены в программе, будут реализованы до 1 сентября. Это практически все крупные муниципальные образования. По итогам заседания правительства мы подпишем, это и Тверь, и Кимры, это много населенных пунктов крупных, которые у нас есть. Но и в том числе мы сейчас сформируем программу еще и по остальным муниципальным образованиям, где есть школы, в том числе и сельские школы. Об этом сказал президент в своем послании, что важно не забывать про средние и малые населенные пункты, где тоже должны люди жить на таком же достойном уровне, как и мы, это сейчас сформируем по большим городам. Поэтому программа будет опубликована. И надеюсь, что в этом году мы выполним все обязательства. Там пока 14 школ, но мы понимаем, что количество надо как минимум удвоить в течение следующего года. И я уверен, что мы это сделаем.